Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду готовить зефир. Зефир необычный, такой в вафельных рожках, очень красиво смотрится. Зефир у меня будет мятный, с ним очень любят бегать детки, вот так вот, чтобы именно в стаканчике. В общем, очень красиво. Для зефира я в этот раз буду использовать сушеную мяту, так как зима и не нашла хорошей, именно зеленой, красивой мятки. И буду заливать ее кипятком. Можно использовать и хороший взять пучок свежей мяты, а я взяла 10 грамм сушеной мяты. Заливаю где-то 180 грамм водички, потому что в итоге мне нужно получить будет с нее 160 грамм. Накрываю и отправляю настаиваться. Чем дольше простоит, тем лучше. У меня простояла ночь, то есть это вообще не принципиально. Чем дольше, тем лучше. Минимум там пару часов. И буду уже утром заниматься трубочками. Рецепт таких, точнее не трубочек, а именно вафельных конусов, подходит и для трубочек. Трубочки получаются очень вкусными, хрустящими. У меня ребенок упер пару рожков и с удовольствием их схомячил. То есть, дерзайте, очень вкусный рецепт именно и для вафельных трубочек со сгущенкой, либо с белковым кремом. То есть, очень круто. Я, вы видели, смешиваю просто здесь яйца с сахаром, для того, чтобы сахар начал у меня растворяться. И в микроволновке подтапливаю масло. В принципе, можно здесь использовать и маргарин, если у вас на данный момент нет масла. Я в этот раз использую именно масло. Перемешиваю, чтобы масса стала более однородной. И буду добавлять крахмал. Крахмал мы добавляем сюда для того, чтобы наши трубочки были более хрустящими. Они прям будут просто песочные-песочные. Именно крахмал подтянет на себя полностью всю влагу. Я использую в этот раз картофельный крахмал, так как он здесь не даст никакого ни вкуса, ни запаха, ничего. Можно использовать кукурузный, абсолютно не принципиально. И просеиваю сюда также муку. Муки здесь не очень много. Никакого разрыхлителя, никакой соды мы сюда добавлять не будем. Наши трубочки будут тоненькими и хрустящими. Теперь для того, чтобы сделать их именно конусами, провожу вот такую вот манипуляцию. Я взяла, ну у меня здесь не могу сказать, что прям картон, но такая плотная бумага, цветная плотная бумага. Я от нее отрезаю треугольник. И этот треугольник буду скручивать корнетиком. Беру за один конец и подтягиваю его к центру, выворачивая. И точно так же подтягиваю второй. И здесь уже я начинаю смотреть, какой размер меня устраивает. Подтягиваю эти концы ближе дальше, регулирую толщину или ширину вот моего рожка в будущем. Теперь нужно закрепить. Я возьму степлером несколько раз для того, чтобы было хорошо держалось у нас. И вот такой вот стаканчик у меня получился. Посмотрите, какое у нас тесто. Однородное, гладкое, похоже на бисквитное. У меня вот такая еще советская вафельница. Менять ее не хочу, она прекрасно справляется со своей задачей. И пробуем. Я отправила где-то столовую ложку теста. Но мне кажется, немножечко будет великоват мой рожок. Сейчас попробуем. Аккуратненько закручиваем очень быстро, потому что трубочки становятся очень быстро хрупкими. Если нужно, еще в самом начале можно немножечко подтянуть. И кладем с вот этим корнетиком на стык, чтобы у нас немножечко зафиксировалось. Следующий корнетик я делала немножечко поменьше. Опять же закручиваю. Немножечко можно подтянуть и кладем на стык. Буквально через 2 минуты у вас уже будет готовый вот такой вот стаканчик. Теперь можно заняться зефиром. То есть здесь у меня будет яблочный зефир. Яблоки нужно запечь либо в микроволновке, либо в духовке, как уже вам нравится. По времени я вам не скажу. Все зависит от размера и количества яблок. Я обычно пеку немножечко больше количества и потом ребенку добавляю куда-нибудь. Все эти яблочки, которые мы сняли с кожуры, измельчаем блендером. Либо можно перетереть сквозь сито. И теперь уже отвесили нужное количество нам пюре и добавляем к нему сахар. Яблочки лучше взять кислые и зеленые. Чем кислее яблоки, тем более плотно у вас получится пюре. В них больше пектина. И, соответственно, зефир ваш будет плотнее. Перемешиваем яблочки с сахаром. И отставляем, чтобы сахар растворялся. Отвешиваем 160 грамм жидкости. Она такая, вы видите, темненькая, прям насыщенная получилась. И сюда же добавляю агар. У меня довольно неплохой агар, он хорошо растворяется. Немножечко перемешаю. Дайте агару постоять там пару минут. Я добавлю сахар и затем уже дам ему постоять там минутку-другую. Он, конечно, не набухает, как желатин, но все-таки советую, чтобы он немножечко постоял у вас в водичке. Я добавляю сахара меньше, чем в оригинальных рецептах, потому что у меня все-таки для деток и не хочу, чтобы было сильно приторно. Ставлю потом свою массу на огонь и пускай сироп начинает вариться. И тем временем сразу же начинаю заниматься зефирной массой. Я буду делать на 2 свежих белка. Альбумин добавлять в этот раз не буду. Просто в пюре с сахаром добавляю 2 белка и начинаю взбивать. Выше средней скорость миксера. Взбиваю до красивой такой пышной белой массы. Посмотрим, как там ведет себя наш сироп. Он начинает уже подогреваться в самом начале. Он абсолютно ведет себя, как водичка. Но буквально после закипания он начинает сильно пениться и подниматься. Поэтому возьмите кастрюльку повыше. Он раза в 3 точно, наверное, поднимается. Здесь уже нужно начинать его помешивать, потому что агар может начинать приставать немножечко к дну кастрюльки. Помешиваем. После того, как масса осядет, она уже практически готова. Варю ее либо на тоненькую нить, поднимая ложечку, либо можно на мягкий шарик. То есть уже смотрите, масса вот зефирная у нас вот такая вот сбилась. Чем плотнее у вас здесь будет масса, тем плотнее и удобнее будет вам работать с зефиром. Начинаю тонкой струйкой вводить сироп в зефирную массу. Сразу не бухайте большое количество тоненькой-тоненькой струйкой, но уверенно. Не переживайте, особого цвета не даст нам темный сироп. Мы добавим в него пару капель зеленого красителя. Для того, чтобы все-таки получился красивый мятный оттенок. У меня здесь буквально две капли красителя насыщенного зеленого. И получился вот такой вот красивый мятный цвет. Немножечко еще повзбиваем, для того, чтобы масса немножечко остыла. И затем наполняем кондитерский мешок и отсаживаем наши зефирки. К сожалению, я пропустила этап смазывания шоколадом внутренней части наших рожков. И после того, как они полежали у меня сутки, и зефир стабилизировался, то немножечко размокли мои рожки. Желательно, если вы хотите делать в рожках заранее, то смажьте эти рожки внутри шоколадом. Либо черным, либо белым. Здесь не принципиально, просто чтобы влага не попадала к ним. И дайте зефиру стабилизироваться где-то в течение 12 часов. И у вас будет готовый зефир. Оставшуюся массу, которая у меня не влезла уже в мои рожки, я отсадила обычным зефиром и обваляла потом в сахарной пудре, скрепив половинки. Получился очень красивый, очень освежающий и вкусный зефир. Обязательно дерзайте! Вкусной вам выпечки! А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok